Всем привет! Сегодня 15 сентября, на улице где-то плюс 25, то есть такая хорошая-хорошая осень, теплая осень. И о чем мы думаем в это время? Конечно же, о предстоящей зиме. А вы подготовились к зиме? Если нет, давайте смотреть, что у нас сегодня. А сегодня у нас Moto Snowboard. Вот в таком изумительном синим цвете. В предыдущем ролике мы уже рассматривали экспериментальную модель. Эта модель была на редукторе с автоматическим сцеплением. Но, как вы знаете, редуктор с автоматическим сцеплением, он, как бы сказать, более тихоходный. То есть нет на данной трансмиссии такой динамики, как на вариаторе. Все-таки вариаторная трансмиссия уже много лет используется в снегоходной технике. Так вот, этот сноуборд именно на вариаторе. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вы посмотрели. А сейчас вкратце расскажу о самой конструкции этого сноуборда. Мотосноуборда. Значит, первое. Мы смотрим на раму. Она простейшая. Двигатель стоит ровно посередине, поэтому развесовка получается 50 на 50, что придает уверенности вам при езде. Гусеница здесь стоит бурановская, стандартная. То есть ничего сложного. Как вы видите, никакой амортизации, никаких подвески здесь нет. Вот. Идет склиза. Катков нет. Соответственно, если есть склиза, значит вам не стоит ездить по льду. То есть склиза всегда должна смазываться снегом. Иначе быстро она изнашивается. Сейчас давайте я вот наклоню, чтобы вы внимательно посмотрели, что в принципе конструкция простая. Простая. И значит что? Значит надежная. Вот. Вращение от двигателя у нас идет на вариатор. Вариатор у нас закрыт вот таким кожухом, что очень удобно. Легко снимается. Если, допустим, вы утопили в снегу и как-то снег все-таки попал на вариатор, снимаете кожух. Даете немножко отстояться. Здесь снег расстоял, стек. И можно продолжать движение. Так вот. Движение. То есть момент от двигателя передается на вариатор. Здесь вариатор очень надежный. Вариатор ТАВ-240. Далее. Через промежуточный вал у нас на правую сторону выходит момент движения. И через звездочку, через цепь передается на заднюю ось. Цепочка у нас закрыта вот таким кожухом, чтобы вы, допустим, свою штанину здесь не повредили. И вообще рама мне внушает доверие. То есть это все сделано из металла. То есть никакой влагостойки фанеры здесь нет. Вот. Мне очень нравятся продуманные вот такие пластины, насечки, чтобы у вас нога не скользила. То есть здесь не просто какие-то, знаете, саморезы с пресс-шайбой, а очень аккуратные такие болты с головкой для шестигранника. И вообще рама покрашена очень хорошо. Это порошковая окраска. Вот смотрите, даже заглушки есть. Очень аккуратно все сделано. Вырезано на лазеры. Очень тоже аккуратно. Все внушает доверие к этой раме. Немаловажным фактом является, что очень удобно сделаны рукоятки спереди и сзади. Соответственно, два мужчины, но средней комплекции, легко могут погрузить это средство передвижения в багажник легкового автомобиля. Ну, наверное, придется только сложить заднее сидение. Чтобы уложить в автомобиль, нужно будет, открутив вот этот болтик, такого велосипедного типа, мы можем сложить руль. Вот он аккуратно кладется на крышку бензобака. И высота получается, ну, где-то, наверное, полметра. Длина его где-то полтора метра. Вес примерно 80 килограммов. Значит, по органам управления. С левой стороны у нас тормоз с функцией стояночного тормоза. Я вот спрашивал, для чего здесь нужен тормоз вот такого велосипедного типа. Ну, он, так скажем, простенький. Вряд ли он на большой скорости как-то поможет остановить данную технику. Но, насколько я знаю, я ездил на подобной технике. В принципе, тормоз мне особо не нужен был. Потому что на глубоком снегу и вообще данный аппарат тормозит сам при сбросе газа. Но специалисты сказали, которые эксплуатируют зимнюю технику, сказали, на всей технике снегоходного типа обязательно должен быть тормоз. Я не спорю со специалистами, поэтому продолжаем. Далее здесь идет кнопка старт-стоп двигателя. Мощная светодиодная фара. О мощности говорит вот такое большое. Большие ребра охлаждения. Поэтому светить она будет очень хорошо. Далее здесь идет курок газа от снегохода. И, соответственно, здесь же идет чека безопасности. То есть при падении у вас данный сноуборд заглохнет и не уедет без вас. Вот провода и троса здесь уложены сзади руля. Ну, в принципе, неплохо. Я бы дополнительно, наверное, еще зафиксировал. Смотрим, как я буду на нем смотреться. Вот, посмотрите. То есть в зависимости от того, левша вы или правша, можно переставлять ноги. Ну, либо, допустим, одна нога устала, вы перехватились. Мне удобно вот так. Данная техника позволяет поэкстремалить. Поворачиваем мы. И вообще управление происходит за счет смещения центра тяжести. Зад-вперед, вправо-влево. И на самом деле развивает ваше тело, вашу координацию. И позволяет, ну, заниматься, так скажем, экстремальным видом спорта. Чтобы я вам рекомендовал, если вы его приобретете, обязательно... У нас также есть продажи чехлы для двигателей. Потому что, вот смотрите, в непосредственной близности здесь от вашей ноги находится глушитель. Хоть и он в защите вот такой, да, но в любом случае, даже зимой, эта защита нагревается. И вы можете прожечь, допустим, свою штанину. Если у вас будет здесь чехол, а чехол, он пожаробезопасный, то вы, соответственно, сохраните свою ногу от ожога, либо штаны от возгорания. А так, в принципе, контролируйте. Можно подальше отставить свою ногу. Тем более, если вы не такой коротышка, как я, то, как дядя Степа, соответственно, у вас будет двигатель где-то далеко внизу. И у вас такого вопроса о прогаре штанины не возникнет. Что касается двигателя. Как мы видим, здесь стоит новейший двигатель КП-230 от компании Лифан. Это современный двигатель. У него он более компактный, в отличие от, допустим, 168-го, 170-го от Лифана. И здесь уже более удобная такая ручка, парорезиненная. У данного двигателя, ну, по заявлению производителя, где-то на половину лошадиных сил больше мощность. И здесь идет облегченный шатон. Вот. Ну и выглядит он гораздо современнее, чем его предшественник. Ну вот, я так стою, и можно ехать. Ну вот, как мы видим, такой небольшой тест-драйв показал, что вариаторная конструкция гораздо, гораздо, ну, резче, борзее себя ведет, нежели трансмиссия на редукторе. Вот. Единственное, наверное, вариатор немного погабаритнее, но все-таки он дарит эмоции, а не такой скучный, как все-таки редуктор с автоматическим сцеплением. То есть, при нажатии на курок газа этот сноуборд хочет прямо избавиться от вас. Поэтому нужно держать руки крепко на руле, чтобы не вылететь. А так, в принципе, нужно некую сноровку иметь, подучиться, прочувствовать эту технику, и она дарит действительно эмоции. Теперь я уже захотел зиму. Я хочу на нем погонять. Вот. Что еще я не сказал? Задавайте вопросы. Ждите, когда наш доблестный Иштихмаш выдаст серийную партию. А так, мне этот сноуборд очень понравился. Всем пока!